Неделю назад в Ижевске произошла страшная трагедия. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд девятиэтажного дома. Печальный исход – шесть погибших. В Иванове аналогичное ЧП случилось год назад. Все хорошо помнят, как спасатели вызволяли людей из-под завалов дома на Минской. Чтобы свести к минимуму подобные случаи, специалисты обязаны своевременно проверять газовое оборудование, а жители следовать простым правилам безопасности. Нужно понимать, как это газовое оборудование в квартире работает. Что оно, скажем так, завязано на приток воздуха. Для чего необходим приток воздуха. Для газового оборудования, для его работы, для плиты, для газовой колонки, для котлов с открытой камерой сгорания, они воздух потребляют, забирая его из помещения. Он сгорает, поэтому нужен постоянный приток. Газовики обязаны регулярно, по новому законодательству, не реже раза в год проверять состояние оборудования в многоквартирных домах. В первую очередь, с помощью газоанализатора специалист проверяет общие домовые трубы. Утечек быть не должно, следя за качеством окраски, надежностью крепления. Осмотреть внешние трубы труда не составляет, а вот попасть внутрь квартиры получается не всегда. Пускать в дом газовиков люди не любят и боятся. В частности, из-за большого числа мошенников, представляющихся сотрудниками горгаза. Правда, как выяснилось, сильнее газовиков жильцы не любят только журналистов. В другом доме, уже на Панино, жители лояльнее. Обеспечивать доступ специалистов в квартиры граждане обязаны по закону. Систематический отказ от проверки может привести к штрафу до 2000 рублей. С графиком профилактических работ можно ознакомиться на сайте газовой службы. Также перед визитом на подъездах вывешивают объявления. Сотрудники с помощью течеискателей проверяют герметичность газовых труб и шлангов. Если сотрудник, стоящий на пороге, вызывает сомнения, можно попросить его показать документы. Узнать, какая служба имеет право выполнять газовые работы в конкретном доме, следует в управляющей компании. Также можно позвонить в офис газовой службы и уточнить данные специалиста. Никакие другие люди проверять газовую плиту или колонку права не имеют. У каждого нашего работника есть спецодежда, которая визуально определяется очень легко. Значит, на ней указан название нашей организации «Газпром газораспределения Иваново». Ну, если в области, соответственно, филиал названий города. Кроме того, у каждого работника есть удостоверение, в котором тоже все это написано. Название организации, которое четко идентифицирует работника нашей организации. Чтобы использование голубого топлива не привело к трагическим последствиям, жителям строго запрещается самостоятельно менять конструкцию газовых труб и их расположение. Нельзя использовать плиты для обогрева помещений. Если в подъезде или квартире специфический запах газа, открыть окна и обратиться к профессионалам. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.